Приветствую вас, Максим. Я думаю, что вопрос, который вы задаёте, поставлен крайне некорректно, потому что вы спрашиваете, можно ли добиться девушку, вы спрашиваете, есть ли какой-то в этом смысл, но на самом деле ни на один из этих вопросов психолог вам ответить не сможет, потому что, во-первых, знать, можете ли вы добиться девушки или нет, может только она, и то не факт, как вы сами понимаете, да, то есть как бы, ну, девочка, она может сама не знать, можно ли её добиться или нет, то есть у неё могут быть такие достаточно противоречивые чувства, вот. Вот, это первое, это первый момент. Ага, второй момент, если вы в девушку влюблены, вот прямо, если вы действительно в неё влюблены, то вы не будете искать смысла в том, чтобы что-то для неё делать, потому что, ну, просто, опять же, просто, опять же, потому что, если вы человека любите, то вам не нужен смысл, вот, вы просто любите его и всё, и, соответственно, делайте для него что-то, для этого человека, понимаете, вот, это, как бы, ну, такой момент, это, такой аспект на самом деле, на самом деле. Вот. Это то, что можно вам сказать, именно по этой причине, именно по этой причине ваш вопрос задан крайне некорректно. именно по этой причине, вот, именно по той простой причине, что, как бы, психолог на эти вопросы ответить не может. Если у вас есть свой смысл, вы можете это делать, если у вас нет своего смысла, то вы этого можете не делать. Вот. С точки зрения психологии можно сказать, с точки зрения психологии можно сказать, что вы поступаете не лучшим образом, когда, значит, не закончив отношения с женой, по сути дела, не разведясь в ней, не побыв в одиночестве, да, то есть, ну, не поиследовав себя, как бы, вот, не поиследовав самого себя, свои чувства, то, как вы, ну, как вы выстраиваете отношения с супругой, почему так получилось, что, грубо говоря, у вас ничего не вышло, вот, вы уже хотите, как бы, ну, новые отношения завести, да, вот, то есть, это, ну, такой вот, далеко не лучший, на самом деле, момент, далеко не лучший аспект, потому что это, ну, достаточно негативно может сказаться на вас, на ваших отношениях, и те же ошибки, которые, которые вы, к примеру, совершили в браке, в браке, да, те же ошибки, которые вы совершили в браке, вы можете совершить и вместе с этой девушкой тоже, вот, то есть, от этого, к сожалению, ну, никто не застрахован, вот, и вам здесь, конечно, очень желательно во всем этом разобраться, вот, а пока, 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 пока что получается такая история, такая ситуация, что вы, не успев закончить одни отношения, вот, что, на мой взгляд, является, ну, крайне такой опрометчивой позиции, я бы сказал, вот, именно, 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 потому что, вам, вам это не принесет счастья, потому что вы пытаетесь, там, условно говоря, заменить, а, одной женщиной другую, вот, это не лучшее, не лучшее решение, вот. Дальше, значит, вы пишите, будучи женатым, познакомился с девушкой по работе, появилась взаимная симпатия, тот факт, тот факт, что у вас появилась взаимная симпатия, свидетельствует о том, что имели место быть проблемы, вот именно, именно между вами, именно между вами, между вами, между вами и вашей женой, имели место быть проблемы, вот, какие-то, какие-то проблемы были между вами и вашей женой, вот, и вы, соответственно, именно поэтому у вас появилась взаимная симпатия у другой женщины, вот, как это видится мне, и, соответственно, я надеюсь, что для вас не будет, какой-то такой вот неожиданности, что именно проблемы в семье, вам желательно, сначала разрешить, то есть, вот, те проблемы, которые у вас были, вот, у нас такое ощущение возникло, что вы вообще, вот, ну, не отдаете себе отсчета в том, что происходит, да, то есть, вот вы, не знаю, торопитесь, вы спешите, вы хотите, ну, отчаянно хотите заменить, как бы, одну женщину другой, как я уже сказал, вот, на мой взгляд, это означает, ну, опять же, не аутентичное восприятие девушки, и она, возможно, это почувствовала, что аутентично вы ее не воспринимаете. Дальше, значит, две недели так было, пока жена не узнала об этом, в итоге после девочка сказала, что хочет добраться с друзьями, но вот эта ситуация убила симпатию, какая ситуация, наверное, не очень понятна, вы ее обманули, не сказали, что женат или как, но, мои слова, что я ее добьюсь, она отвечает, что не смогу, она себя знает, девочку сильно влюбленную. Ну, что значит добьюсь? Максим, что значит добьюсь? Ага, говоря, что вы добьетесь девочку, вы имеете в виду, что девочка, знаете, как, ну, как будто вещь какая-то, что ли? Ну, это же не так, да, то есть, как бы, добиваются, ну, вот вы ее добьетесь, да, вы ее завоюете, а что дальше, то есть, как бы, что вас объединяет, что вас связывает, вот, может быть, вы и свою жену так же добивали, да, то есть, ну, своей жены так же добивали, может быть, и в итоге все пришло к тому, что вы сейчас, условно говоря, расстаетесь. Именно вот для того, чтобы таких ошибок не происходило и желательно исследовать этот момент, чтобы не повторять ошибок, да, чтобы не проходить снова через, допустим, тот же развод, который вот сейчас вам, ну, через который сейчас вам нужно проходить, понимаете? Вот. То есть, это вот такая ссора, такой, ну, такой момент, на мой взгляд, вот. И вам очень важно отдавать все в этом отсчет, а? Ну, что вы вкладываете в это понятие, что вы вкладываете в понятие «добьюсь», девушки, именно «добьюсь», то есть, кто она для вас, что она для вас, зачем вы хотите, ну, с ней отношений, да, допустим, вот. Почему вы хотите с ней отношениями, это вот тоже очень важно, то есть, как бы, ну, времени объективно там прошло не так много, сколько вы друг друга знаете, да, вот. Так, значит, эта девочка не хочет прекращать общение, но быть только друг с ней, при этом мы ходим с ней в кино, гуляем и т.д. Но уже нет поцелуев, объятий и другого. Вы знаете, очень похоже на то, что она вас использует. То есть, я, конечно, не знаю всех деталей, безусловно, но очень похоже на вас использовать. Ну, то есть, просто она вас использует ваши влюблённые. То есть, эм, ну, я, конечно, не знаю, да, но мне кажется, что друзья, вот, в кино и т.д., конечно, ходят, но, опять же, вопрос, как это всё у вас распределено, да. Ну, у меня почему-то ощущение возникло, что гуляем, ходим в кино, да, это вас использует, использует ваших влюблённых. Вот. Поэтому нужно сперва разобраться в себе, в своих чувствах, эм, в своих желаниях, в своих эмоциях, вот, поисследовать это всё. Ну, то есть, возможно, пройти серию, без серии, через серию терапевтических бесед. Вот. И тогда уже, я думаю, что будет, как, будет у вас более полное представление о том, что делать дальше. Вот. То есть, вы разводитесь со своей женой, ну, это, скорее всего, скорее всего, это неизбежно. Ну, там, раз вы разводитесь, значит, между вами, вообще, давно какие-то проблемы есть. Опять, ну, единственное, что вот только вызывает вопрос, это доп, почему вы не развелись не сами раньше, если, если, ну, у вас не было очевидных чувств и симпатии. Вот. То есть, этот момент тоже, возможно, надо поисследовать, чтобы, ну, чтобы вы лучше понимали, о чём я говорю, чтобы вы лучше оставали в себе отчёт, что происходит. Ну, вот. Такая, примерно, ситуация. Так, примерно, можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!